Мысли о черной кошке заводят меня в шкафчик Человека-паука, чтобы выбрать новый костюм. Всем привет, ребят, меня зовут Игрок, и это игра Новый Человек-паук 2. Мы продолжаем. Выбираем новый убогий костюм, называется Двойник, и вперед. Блин, костюмов, казалось бы, так много, но среди них нормальных только вот несколько штук, которые можно пересчитать по пальцам. Итак, следующее. Мой союзник, мой враг. Вперед. Кое-кто наводил меня на них. Крэйвин Охотник. Я этого так не оставлю. Нужно узнать больше. Нужна служебная информация о Фиске. И один мой друг может ее достать. Блин, черная кошка слишком хороша для этой игры. Костюм ее, правда, в этой игре, ну, в новом Человек-пауке не очень. Ну, да ладно, и такой сойдет. Блин, а представьте, вот если бы черная кошка была бы, ну, на светлой стороне силы. То есть помогала бы Человек-пауку. И кто знает, может быть, даже Петер Паркер и Фелиция Харди, они были бы... Они были бы вместе и боролись бы со злом. Представьте, какая пара была бы непобедимая. Интересно, а если бы все дошло... Ну, вы понимаете, до чего. То какая бы сила преобладала у детей Паука и Кошки больше всего? Способности Паука или все же способности Фелиции? То есть Кошки. Мне кажется, Паука. Они были бы более доминирующими. Ладно, идем. Я на месте. Жук. Войти в квартиру Гарри. Да, войти. Скорее, Гарри захочет поговорить со своим старым приятелем Питером Паркером, а не с Судаком в костюме. Блин. У Питера Паркера слишком убогий костюм. Господи. Получше-то ему нарисовать не могли. Прямо очень больно смотреть на Питера Паркера. Ей-богу. Не секрет, что Физк жулик. Но по-твоему, он решил занять место главного криминального авторитета Нью-Йорка? А что ему мешает? У меня дошли такие слухи. Просто я готовлю материал с Уитни Чанг, и ей нужны доказательства. Из тех, кого я знаю, ты ближе всех к Физку? Не то чтобы. Свои дела он держит в тайне. Но я инвестор, и у меня есть доступ к финансовым отчетам по спецгруппе. У Гарри руки, обратите внимание, темные очень. Значит, всплыл один из твоих адресов. Куча денег консультанту по безопасности. Физк всегда отбирает персонал лично. Именно он нанял этого криминого. Но все так оформлено, что технически ему платит Аскорб. Он хочет меня подставить. Мне это знакомо. Все в порядке? Граммофон слева неплохой стоит. Ничего себе. Гарри, ты себя нормально чувствуешь? Ладно, не будем ему докучать. Пойдем дальше по сюжету. Дружеский совет. Люди, которым мы доверяем, часто предают. Значит, проблемы нужно решать самому. Но иногда все же... Помощь нужна. Гарри, ты знаешь, я сделаю все, что в моих силах, но как... Человек-паук. Никто не знает, откуда у него способности. Но, по-моему, он здоровый гибрид. То есть, единственный пример удачного скрещивания. Ты его часто снимаешь. Думаю, ты можешь с ним связаться. Питер, мне нужна кровь Человека-паука. Ну, в принципе, как и в фильме. Гарри просит Питера Паркера, чтобы тот достал ему Человека-паука. Выйти из квартиры Гарри. Ну, давайте хотя бы посмотрим, как он живет. Вот что за этой дверью меня беспокоит? Я хочу посмотреть, что там. Там кухня, наверное, и ванна. Что-то, Гарри, у тебя даже телевизора нигде нету. Только книжки да пианино. Наверное, он духовно... А, не, обманываю. Четыре телевизора. Ладно, все, вопрос снят. Я хотел сказать, может быть, он... Ну, духовный человек какой-нибудь. Ну, нет. Есть телевизор. Есть, кстати говоря, тыква. Наверное, отсылка к гоблину. Потолок высокий. Комната темная. Дверь белая. Мы выходим. Бедня Гагарри. Я хочу помочь ему, но... Без предварительных исследований моя кровь может ему навредить. Да, дело, говорит, паучок. Мало ли, как кровь может повлиять на разных людей. Хотя, мне кажется, кровь у человека-паука не поможет Гарри. Ввиду того, что эксперимент с пауками, последний которого укусил как раз-таки нашего героя, то есть Питера Паркера, занимался исследованием вот этих пауков, ну, делал эксперименты отец Питера Паркера. И почему эксперимент получился с Питером удачным? Если моя кровь исцелит Гарри, я соглашусь без колебаний. Но чтобы убедиться в этом, нужно время исследований. А он не настроен ждать. Хотя, мне кажется, у Гарри там достаточно времени, чтобы выждать. Так вот, о чём-то. В эксперименте использовалась как раз-таки кровь отца Питера Паркера. Именно поэтому, только вот из-за этого элемента, из-за крови, Питер Паркер является своим родом, ну, своего рода удачным гибридом. Ну, как удачным, идеальным. Любопытно то, что мы ушли из квартиры Гарри, но стартанули где-то с другого коса города. Нужно встретиться с Гарри и поговорить с ним. Давайте. Ты здесь? Благодарю, я заплачу. Мистер Осборн, подождите. Я говорил с учёными, специалистами по генной терапии. Я не могу дать свою кровь, это слишком опасно. Опасно? Без неё я умру. Не сразу. Ещё есть временное исследование. Все объекты в межвидовых экспериментах стали чудовищами. Не знаю, почему со мной вышло иначе, я пытаюсь понять, но... Я заплатил лучшим учёным, чтобы они в этом разобрались. Целое состояние. И они не нашли ответа. Поэтому я готов рискнуть. Но это касается не только вас. Ящер и остальные гибриды. Они причиняли зло. Пошёл вон. Убивали. Выметать. Я не дам крови, пока не уверен, что это безопасно. Никому нельзя доверить. Я совсем один. Мистер Осборн, я... Нет-нет, всё. Всё, уходи. Человек-паук, ты не умеешь вести переговоры. У тебя не хватает метода убеждения. Человек-паук, ты не умеешь вести переговоры. Человек-паук, ты не умеешь вести переговоры. Не верится, что я купился на его штучки. Но зачем обучать меня своим техникам, если он собирался меня предать? Видимо, придётся спросить его лично. Жуп. И какой ответ ты рассчитываешь получить? Знаешь, для того, чтобы спрашивать, ну, задавать вопрос с целью получения знаний в ответе, нужно предварительно самому угадывать ответ. И у тебя нету этого ответа. Ну, кровен, давай. Вскрывай свои карты. Войти в логово кровена. Да. Крэйвин, пора нам потолковать как наставник с учеником. Обсудим наши общие цели. Наметим план пятилетки. Объяснишь, зачем связался с Человеком Желе? С Человеком Желе, что? Кажется, никого нет. Но есть шанс найти ответы. Слушайте, он всё забрал, абсолютно всё. Даже трофеи. Ничего не оставил. Крэйвин ушёл. Но он торопился. Наверняка я обнаружу улики, если как следует поищу. Кстати говоря, самые лучшие трофеи он оставил. И это кажется... В этой комнате надо каждый уголок осмотреть. Слушай, Паркер, вот для чего он тебя учил. Он хотел сделать из тебя достойную жертву, чтобы он охотился на тебя. Видишь, даже место для тебя сделал. Вот в чём весь секрет. Я от всего увернулся. Никогда нельзя доверять русским. Запомните это. Русские-то ребята очень подлые. Особенно в видеоиграх. И в кино. Не, в кино они просто плохие. А в играх они ещё и подлые. Так, хорошо. Я дал тебе противоядие. Оно снимет все эффекты транквилизатора. Мне это нужен в наилучшей форме. Хватит строить из себя короля Артура. Столько слов о чести. И ты меня обманул. Предал. Ради Кингпина его денег. Всё не случайно. Я не предавал тебя. Я обучил тебя всему, что знал. Не только для того, чтобы ты устранил людей Кингпина. Но и с целью сделать тебя достойнейшим противником. Настоящим врагом. Лучшей добычей. Теперь ты готов. И теперь мы увидим. Кто охотник, а кто дичь. Ну, сейчас мы посмотрим. Нолодцы, с дверь бежит, да? Он использовал меня, чтобы убрать соперников Кингпина. А что насчёт Кейсиди? Я заметил, как ты побежал его поборить со мной. Кейсиди был полезен. Ты не затребил. Он все устраивает недоверие. Он был настоящим чудом. Таблиц. 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 Рано или поздно. Его бы пришлось убрать. Не позволю ему напасть из ухлете. Тебе не сбежать. Тебе не сбежали, как Кэсси не убивает его парня. Зачем? Чтобы я убил его? Чтобы испытал вину? Или ты просто больной на голову? Это была проверка твоей силы. Можешь ли ты выдержать вид пролитой крови? Признаться, меня разочаровал. Все, еще жду объяснений по поводу твоих усов. Угу, усов. Залез на одно дерево, а появился в другом. Я, я тебя изучил. Ты не способен к подобной ярости. У тебя нет имени-то убийцы. А по-моему, есть. Ты же его... Ам. Но я по-прежнему... Столько галлюцинаций. Правда, я делаю такую же ярость. И не меньше тебя же, а то отомстить врагам. Вот только я знаю, что это неправильно. Хорошую терапию провел дядя Бен. Питеру Паркеру. Идеальный человек. Да ты че? Я один. Но ты меньше тебя. Да ты че? Всегда на шаг позади. Деревьев. Но я постараюсь. Так. Я чую твой страх. Я вижу его. Эх. Да как... Невероятно. Я вроде бы увернулся от его дротика, но вот... Ну вот че-то как-то... Игра посчитала, что я был неправ. Ну ладно, это даже к лучшему. Ну как к лучшему? Я хоть подольше поиграю в Человека-паука. Так. Этот ролик уже видел. Использовал меня, чтобы убрать соперников Пинг-пина. А что насчет Кэсси? Да я нажал кнопку, чтобы кундра атаковать его. Кэсси был полезен в некоторое время. Он сел с травм. Он среди деревьев был. Нужно найти его, пока он не растерял ловушки. Так, ладно. Я чую твой страх. Угу. Я тебя и без пауча щеки обещаю. Я не знаю, как Кэсси не убивает того парня. Зачем? Чтобы я убил его? Чтобы испытал вину? Или ты просто больной на голову? Это была проверка твоей силы. Нет. Сможешь ли ты выдержать линию в этой крови? Резонация меня разочаровал. Так как он это делает? Все, еще жду объяснений по поводу твоих усов. Угу. Невероятно. Я тебя изучил. Ты не способен к подобной ярости. У тебя нет каких-то убийцы. Похоже, тебе мама внушила, что ты можешь стать кем угодно. Так, я нажимал. Ребят, нажимаю кнопку контратаки. Ты гонишься за тенью. Эй. Я чувствую такую же ярость. И не меньше тебя жду отомстить врагам. Вот только я знаю, что это неправильно. Так, надо убивать их. Чтоб не мешали. Пап. Говорят, злодеи не считают себя злодеями. Это правда? Ну, должно быть, как у него. Наверное. Ну, в принципе, как в старых играх. Наводим одну тактику и постоянно по ней, ну, используем ее и так по кругу. Да как-то? Да ты что, сдурел, что ли? Нет, по-твоему, не будет. В мою смену никто не умрет. Готов. Слушайте, у меня хорошо так похоцал. Умоляю, убей меня. На, сейчас же. Смерть лучше поражение. По-твоему, смерть не поражение? Вернешься с того света к Ревенам зомби или как? Поверь за мной. А значит, я командую парадом. Назови свои условия. Определенно, у тебя не все дома, Крейвен. Но ты всегда жил по своему безумному кодексу чести. Ты расскажешь мне, как добраться до Кингпина. Правду. Все, что тебе известно. Ну, что же. Ты честно это заслужил. Спрашивай, и я отвечу. Вы знаете, меня не очень устраивает то, что после боссов, ну, после битвы с боссами, идут какие-то диалоги с ними. Вспомните, как в предыдущей части были, да, мы убивали огромных роботов. Ну, как мы это делали? А сейчас что-то подрались, подрались, сейчас мило болтаем, как ни в чем не бывало. Завершить разговор. Моя информация поможет тебе попасть в здание. Но все равно, личная встреча с Фиском неизбежна. Отвлеку его печеньем. Вот почему ты проиграешь. Ты его недооцениваешь, а он бьется насмерть с детства. Если ты хоть на мгновение покажешь слабость, он заметит ее и убьет тебя. Старый добрый инстинкт убийцы. Тебе он пользы не принес. Не знаю, сможет ли полиция что-то на тебя повесить, но все равно советую вернуться в Россию. Фиск не я, он вряд ли тебя простит. Угу. Ну кровен, не мерзни. Там, в холодной России. Ах. Че это такое? Смотрите, тут какие-то портреты пауков. Вот видите, на черном фоне. Он что, пытался изучить самого себя? Ладненько. Питер, отвернись от камеры. Ребят, большое спасибо за просмотр. С вами был Игрок. Игра Новый Человек-паук 2. И осталось всего ничего проходить. Встречу с Кингпином мы, конечно же, избежать не сможем. Всего хорошего и пока-пока. Есть, узнаемkej. Продолжение следует. Продолжение следует.